Ошибаешься Не только он, все они Жаль, что Фольтеста сейчас нет, но вы займетесь советом королей А проблема с Левуарденом тоже решена? Да, он принял мое предложение Он сказал, что те, кто стоит за ним, сами собирались подобное предложить, но мы опередили Мужчины-болтуны всегда во всем хотят быть первыми Кстати, как там твой ведьмак? Думаю, удастся его убедить Не ошибись Герат проницательный и особенный Я знаю Я ухожу Я свяжусь, когда закончим с этим Ведьмак не должен узнать то, что ты скрываешь Рис Зачем ты встаешь? Я хочу проверить, здоров ли ты уже Да Больно не будет Результаты тестов положительные Ты полностью восстановился Все ваш странный ведьмачий метаболизм Трис Как я тут очутился? Чистое совпадение Я изучала магические аномалии и наткнулась на фальшивый след, который оставил этот шарлатан Калькштейн Ты нашла меня на болоте? Что же там произошло на самом деле? Я не знаю Алхимик все еще изучает камень, но там ничего нет Самые большие аномалии здесь, в Изиме Магические аномалии в Изиме? Да, я была бы тебе благодарна, если бы ты помог мне разобраться Но пока что надо разобраться с твоим здоровьем А мне показалось результаты тестов положительные Милашка, ты меня неправильно понял Физически ты в полном порядке Меня беспокоит твое сознание Мое сознание? Ты бредил, постоянно бредил У меня не было другого выбора Мне пришлось прочесть твои мысли, чтобы узнать о твоих ранениях и о том, какой яд ты принял в этот раз Думаю, ты прочла не только это Это неизбежно? Ты слишком громко думаешь В любом случае, теперь я знаю о твоих последних приключениях Ты можешь справиться с моей амнезией Вернуть тебе память? Нет, очень вряд ли Но есть призрачный шанс И чего ты замолчала? Какой призрачный шанс? Судя по тому, что я видела Тебе станет лучше, если ты создашь стабильную модель личности Расплывчатый эвфемизм, который значит... Геральт, пожалуйста Я пытаюсь объяснить тебе нечто очень важное Ладно Только обойдись без этой псевдонаучной билиберды Ты должен принять чью-то сторону в том, что сейчас происходит Не важно, какую позицию ты выберешь Главное, чтобы ты ее выбрал Идентификация, возможно, позволит тебе восстановить память И ты в любом случае ничего не потеряешь Ты можешь сказать, что ты видела? Нет, я не хочу, чтобы ты превращался в мое видение Геральта Я хочу, чтобы ты все решил сам, не оглядываясь По-твоему, я не должен интересоваться своим прошлым? Именно Воспоминания вернутся сами Посмотрим Геральт Ты говорила что-то про магические аномалии Их могут вызывать различные события Но, что самое важное, они могут стать причиной появления настоящего зла Когда я чувствовала подобное в последний раз, вы с одной нам обоим известной волшебницей пробовали обуздать Джина Тогда была уничтожена половина города Возможно, ты об этом не помнишь, но слишком многое на кону Я ничего не помню Мне понадобится твоя помощь Эти побрякушки – магические сенсоры Их надо разместить вокруг Визимы Тогда мы сможем найти источник аномалии Конечно Дай мне сенсоры, и я обо всем позабочусь Мой Геральт Он никогда мне не отказывает А зачем еще нужны друзья? В купеческом квартале в стене у городской ратуши есть небольшая ниша Второй сенсор установи в храмовом квартале у спуска в канализацию А третий – на Визимском кладбище Мы создадим типичный треугольник Ратклифа Ты ведь знаешь, в таких случаях эффективнее всего треугольники Как ты сюда попала? Долгая история В то время как вы, мужчина, бегаете бессмысленно по свету Это приносит свои плоды Не понимаю, каким образом В любом случае, я решила найти Саламандр, используя нетрадиционные методы И как успехи? Замечательные Теперь мы многое знаем Придет время, и я все тебе расскажу А почему не сейчас? Ничего не достается бесплатно, ведьмак Чтобы получить эту информацию, я дала несколько обещаний В том числе, обещание ничего не рассказывать тебе Терпение С кем ты говорила при помощи телепорта? Ты слышал? Ну, так просто Ничего важного, дела чародеек А похоже, что-то серьезное Ты слишком много волнуешься, Геральт Чтобы узнать про Саламандр, мне пришлось дать несколько обещаний Тем не менее Поверь мне, ничего важного Пока Увидимся А, чуть не забыла самое главное Что? С тобой хочет встретиться один человек Очень влиятельный купец Лео Варден Он устраивает банкет в новом Нарокорте Я не слишком люблю банкеты Там будет множество влиятельных людей Ну, не знаю Включая принцессу Аду, которую ты освободил от заклятия Кажется, она к тебе неровно дышит Я подумаю И я там буду? Ладно, ты меня убедила Может быть, мне удастся что-нибудь разузнать Вот пропуск Который позволит тебе без проблем передвигаться по Вазиме Пропуск? Ну, в дополнение к карантину Власти в Вазиме ввели военное положение И как я умудрился это не заметить? Закон действует только в купеческом квартале Ты там еще не был А как пропуска регулированы комендантским часом? Теоретически Только жители квартала могут по нему передвигаться К счастью, у меня тут есть дом Так что получить пропуск было не слишком сложно А как насчет пропуска для меня? Я зарегистрировала тебя Как жители своего дома Разумеется, это все фальшивка Помнишь, мы говорили о моей личности? Конечно Есть успехи? Все еще пытаюсь во всем этом разобраться Геральт А что с пропусками? Ну, в дополнение к карантину Власти в Вазиме ввели военное положение И как я умудрился это не заметить? Закон действует только в купеческом квартале Ты там еще не был А как пропуска регулированы комендантским часом? Теоретически Только жители квартала могут по нему передвигаться А как насчет пропуска для меня? Я зарегистрировала тебя Разумеется, это все фальшивка Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Чем-то вы спекулянта растущите Лените, лучшие товарищи Добро пожаловать, благородный господин Превосходные напитки И это, ну, прочие товары Есть у тебя алкоголь? Никак нельзя Король Эдиктум запретил продавать водку Ведьмакс, мячьте женщин! Ты только что мне подмигнул К черту всю эту секретность Все и так знают, что я продаю информацию Заплати и узнаешь то, что тебе нужно Итак, что тебя интересует? Когда-то принцесса Ада была стрыгой Проклятие удалось снять Но нормальным человеком она так и не стала При дворе постоянно жалуются Что временами инстинкты дают о себе знать Когда-то принцесса Ада была стрыгой Вы больны? Проклятие удалось снять Но нормальным человеком она так и не стала Я подписал контракт с орденом На большую поставку на гости Если тебя влекут тайны искусства В особенности алхимия Трижды величайшая царица наук Тебе наверняка понравится мой товар Ты готовишь снадобье? Нет, я простой торговец Моё почтение Экзотические товары с благоухающей кореньями Зериканьи Не похож ты на зериканца А должен? Разве королевские эль продают только короли? Чем я могу помочь? Чего? Ничего Прекрасно! Мои ноги! Милсдарь, не желаете помочь искусству? Ты имеешь в виду деньгами? Именно! Благодарю, милсдарь В благодарность я сочиню в твою честь песню Если ты откроешь мне своё имя Моё имя Эразм Ксенофон Чедушный Прекрасно! Даже рифмуется с великодушным Кто здесь воин самый лучший Он, Эразм, великодушный Мои ноги сами пускаются в пляс Не мешай Ты оба... Что привело тебя сюда? Да с... Я сказал 200 Я сказал 200 Говорят, ты дружишь хороше Ведема! Как в старое время! Ведема! Наконец-то! Кто-то, кто способен оценить мой товар Что продаёшь? Оружие Раньше я занимался крестьянскими орудиями Но в последнее время Оружие пошло по более выгодной цене Оружие по-либо вновей Вот сейчас Лети Моё Моё Оружие Моё Девушки отдыхают Девушки отдыхают В обмен на свои услуги Чем могу помочь? Я хочу... Подарок, да, это правильное слово Принеси мне драгоценный камень Который подошел бы для украшения Эфеса меча для графа Девета Посмотрим, что я могу сделать Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мне говорили остерегаться тем Да? Счастливо оставаться Девушки отдыхают Девушки отдыхают Саламандры и к тебе приходили Сказали, что это их улица И я должен... Я не в том настроении, чтобы слушать музыку Поговорим позже Проблема заключается в том, что я обещал сыграть для всех этих людей А у меня нет лютни В таком случае у тебя действительно проблема Геральт Куда делась твоя лютня? Длинные истории Не хочется рассказывать с сухим горлом Ну что ж... А что такого особенного в этой лютне? Неужели ты не помнишь? Это лютня, которую я получил от туровель, когда мы были в долине цветов Дали на цветов? Я даже написал поэту балладу Там, где дьявол говорит Спокойной ночи Ай, сегодня я ее буду петь Кто такой туровель? Да не такой, а такая Эльфийка из синих гор, ты помнится? Разбил ей нос, когда вы встретились в первый раз И где она сейчас? Я слышал Что она присоединилась К Каэтаэлям Интересно, жива ли она? Как же отлично помню Отлично? Значит Ты понимаешь Почему мне так нужна эта лютня? А что такого не... Я не... Как тебе удалось пробраться в купеческий квартал? Благодаря своему обаянию и великой славе Что-то я сомневаюсь, чтобы городские стражники были ценителями поэзии Да нет же, Геральт Ну ты ничего не понимаешь в жизни Я обратился не к стражникам, а к влиятельному купцу Дочь которого я и учил играть на лютни Кстати, дочь была красивая У купца, у этого, есть разные связи И он достал мне пропуск Он мне добыл разрешение Принял меня Этим показав, что Не какой-нибудь плебей и невежда А культурный человек Это был его вклад в развитие искусства К сожалению... Кхм... Кхм... Вот твоя лютня Отлично! Наконец-то я смогу начать концерт Я перед тобой в долгу Когда у тебя выступление? В... В... В 8 вечера Приходи, если хочешь Если будет время Наконец-то я снял В... 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 Кого я вижу? В... Ведьмак! А ведь говорили, что вы все вымерли. Не все. Кое-кто остался. Меня зовут Геральт. Я бы не хотел открывать свое настоящее имя. Рыцарский обед. Если хочешь, называй меня Патриком Извейзи. Орден Пылающей Розы? Именно. Может быть, ты сможешь мне помочь? Посмотрим. Моя сестра. Мы нашли ее утром на постели. Она была без сознания. Кровь стекала из отметок клыков на шее. Это был вампир. Отметки клыков не всегда принадлежат вампирам. Эти точно принадлежали вампиру. А потом, через некоторое время, моя сестра исчезла. Должно быть, превратилась в кого-то, а потом сбежала. Если она стала вампиром, мне придется... Прежде всего, я хочу, чтобы ты ее нашел и подтвердил наше подозрение. Хорошо. Я найду твою сестру. Ты ее сразу узнаешь. Ее лазурные глаза невозможно не заметить. Она стройная, красивая блондинка. Я видел голубоглазую куртизанку в борделе. Этого не может быть! Моя сестра никогда бы до этого не опустилась! У меня нет никакого доказательства, но та девушка соответствовала твоему описанию. Найди доказательства! На кону честь моей семьи! Хорошо. Посмотрим, что можно сделать. Не жми меня. Поговорим завтра. Терпеть не могу короверских чиновников. А ведьмакам нравятся только чародинки. Мои родинки. Кажется, я тебя слышу. Ой, помна точно. Хорошая компания. Веди себя прилично. От вас одни неприятности. Милости прошу в мое скромное заведение. Приветствую. Чем могу помочь? Я пришел по объявлению. Ах да, мясо виверное. Надеюсь, у тебя все ты? Пока нет. Никаких проблем не спеши. Милости прошу в мое скромное заведение. Приветствую. Чем могу помочь? Расскажи мне, что происходит там у тебя наверху. Благородный господин Лео Варден из купеческой гильдии снял второй этаж моей таверны. Надо признаться, очень щедро мне заплатил. А я должен обеспечить его гостей едой, выпивкой и держать рот на замке. Я один из приглашенных. Ты расскажешь мне подробнее, что там происходит? Если ты один из приглашенных, ты уже знаешь все, что тебе нужно знать. Если же нет, будь добр, уважай, мое право хранить секреты. Может, золото поможет развязать твой язык. Золото я люблю, но ты не сможешь заплатить мне столько же, сколько платит Лео Варден. Кроме того, не хотелось бы мне разбираться потом с людьми, которые за ним стоят. А кто стоит за Лео Варденом? Тише ты, святые боги! Я и так слишком много наговорил. Прошу извращения, я очень занят. Наберись терпения, милый. Я валюсь с ног. Есть свободные комнаты? Для тебя пять аренов. Нет, спасибо. Принцесса стала такой красавицей! Ну вот, мы и на месте. И перестань хмуриться, все будет хорошо. Меня что-то в бок побаливает. Может, вернемся к тебе и проверим, нет ли внутренних повреждений. Этим мы займемся после приема. Да ладно, Геральт, не так все плохо. Давай общаться. Ага. Нет денег? Вы шутите? Я слышу. Вы прошел вслух, что король Родавит будет вести переговоры с фольтестом. Мастер Лютик просто восхитителен. Не мешай. Люблю я эти ноги, просто послушайте. Вам надо найти себе на новую женщину. Мастер Лютик может видеть в истории. Мастер Лютик просто восхитителен. Мастер Лютик не себе вести переговоры с Фольтiendом. «А ты что тут делаешь?» — искал сортир. «В этом сундуке?» «Один ноль в твою пользу. Но, по правде говоря, я надеялся найти какой-нибудь лучший напиток». «Да уж, вино здесь явно разбавленное». «Я тут нашел одну бутылочку. Очень даже неплохая штука. Попробуешь?» «С удовольствием!» «А ты что делаешь?» «Бурландская единая». «Бурландская единая». «Н County, е找 Т 15стюм, but back to 15стюм» «И в норме поетрадая лето». « «Очень от offer» Улыбайся, ведьмак. Это ненадолго. Ада выглядит просто божественно. Добро пожаловать на пир Лео Ва. Вам надо найти себе на май уже. Мастер Людик просто восхитительный. Ведьмак Геральт из Ривии. И как всегда очаровать Ретри Смерикольд. Добро пожаловать. Приветствую. Благодарю, что пришли. Здесь почти все, кого я пригласил. Посмотри на этот зал, ведьмак. Ты увидишь, что тут представлено все королевство. Любой, у кого есть власть, был приглашен сюда. Спасибо за приглашение. Поговорим позже. Простите меня, но я должен вернуться к своим обязанностям хозяина. Поговорим попозже. Поговорим попозже, ведьмак. Сейчас я его сделаю. Улыбайся, ведьмак. Это ненадолго. Вы зимы должны быть ограничены. Геральт, позволь представить тебе ипата Велерада. Мне очень приятно. Приветствую, ведьмак. Давно не виделись. Велерад, правая рука короля Фольдеста. Госпожа Трис весьма добра. Но мы тут все свои, к чему формальности. Если хочешь открыть фабрику, магазин или убить монстра, или попросить о чем-то короля, в первую очередь надо идти ко мне. Я запомнил. Простите, ипат, но нам надо поздороваться с другими гостями. Остальные гости ванта. Геральт, можешь познакомиться с Таллером? Таллер? Здесь? Доброе утро. Позвольте представить моего хозяина, благородного Эркина фон Бланта. Приветствую, Мюздарь. Эркин принял обет молчания и поэтому не может нам ответить. Вам, наверное, интересно, какова причина его визита? Вот уж действительно. Он принес в своей жизни много клятв, одна из которых — защищать королевскую семью. Увы, по неизвестным нам причинам принцесса Адда не слишком его уважает. Но, увы, клятвам нужно следовать, несмотря на обстоятельства. А какова твоя роль в этом? Думаю, его клятвы на тебя не распространяются. Он позволил мне говорить от его имени. Я служу при нем советником. Конечно, не будем тебя беспокоить. Пойдем, Геральт. Поговорим в свое время. Исчезни, выродок! Госпожа, позвольте представить вам чародейку Трис Мерригольд и... Девет, я знаю, кто это. Мы ведь знаем друг друга. Не так ли, ведьмак? Можно сказать и так, принцесса. Да, я действительно принцесса, хотя я не всегда чувствую себя таковой. Так много обязанностей ты себе не представляешь, ведьмак. Почему ты так на меня смотришь? Тебе не нравится мой наряд? Простите, госпожа, но даже лучшие наряды меркнут в сравнении с вами. Следи за тем, что говоришь, мутант! Тихо, Девет, это был комплимент. Я сама буду решать, оскорбил он меня или нет. Ваше Сочиство, он выродок! Молчи, Девет. Это называется утонченность. Можешь идти. Ты знаком тут уже со всеми важными персонами, ведьмак? Мне надо поговорить с Лео Варденом. Будь осторожен, люди могут попытаться вытащить из тебя информацию. Из меня я обычный ведьмак. Будь начеку. Тут у каждого слова есть политический подтекст. Веди себя прилично. Вам надо найти себе нормальную женщину. Город по-другому. Добро пожаловать на пир Лео Варденом. Вам надо найти... Говори свободно, Геральц. Не бойся, я хотел поговорить о принцессе. Я же сказал, никакой политики. О проклятии. Дьявол, тебе забери. Надо было просить что-нибудь покрепче. Ладно, спрашивай. У принцессы бывают странные сны. Откуда, черт возьми, мне знать? Я уже давно не разговаривал с Аддой. Рядом все время ошиваются эти ублюдки из Ордена. Может быть, странное поведение? Геральц, вы на волосок от того, чтобы тебя обвинили в измене. Велерат, я спрашиваю не потому, что хочу получить какое-то влияние, и не из-за своего извращенного любопытства. Насколько я знаю, наша милая принцесса абсолютно нормальна. Ну, физически, по крайней мере, с головой-то она не слишком дружит. Она агрессивна? Чем-то обеспокоена? Она бывает агрессивна, но это вполне нормально для такой испорченной девицы. Я не знаю, она... Какая? С моей точки зрения... Да говори ты уже. Ей нужен нормальный мужик, который нормально бы ее трахал. Да... Мне пора. Увидимся. Пока. Пока. Я слушаю. У меня есть один политический вопрос. Ай, я думал, ты нормальный парень. Когда вернется король? Ха-ха! Сейчас все об этом спрашивают. Ко мне даже сам Девет подходил. Интересовался. Я говорю всем одно и то же. Когда надо, когда и вернется. Очень на это надеюсь. Счастливо. Принцесса Ада здесь. Мне недостаточно политики и бизнеса. Веди себя привычную. Исчезни. Ведьмак, подойди. Девет, налей мне вина. Вон у того пажа в другом конце зала. Ваше Высочество. Теперь мы можем разговаривать свободно. Я отправила Девета подальше. Геральт, расскажи мне про ведьмаков. Только избавь меня от разговоров об этом в вашем кодексе. Что вы хотите знать, госпожа? Каковы ваши взгляды на политику? Для меня политика это как мимолетное свидание с любовником. Ты согласен? Я не понимаю, зачем они все пришли, если им так не нравится Лео Ларби. Да, сходство очевидно. Я расскажу тебе одну шутку, ведьмак. Почему бы нет? Я люблю хорошие шутки. Графиня говорит графу. Граф, ужин подавать? Чушь. Ну, тогда, может быть, пойдем на прогулку? Чушь. Тогда давайте я загадаю вам загадку. Ну что ж, давайте. Граф, что это такое? Теплое, мохнатое и пролезает в норы. Члем. Не совсем. Мышь. Мышь во влагалище? Чушь. Не важно. Вернемся к нашим любовникам, бродящим по этому залу. Понимаешь, ведьмак, политика все же чем-то похожа на роман. Все начинается с заигрываний, взглядов, разговоров. Взгляни хотя бы на эту чародейку рядом с Лео Варденом. Танец все больше напоминает прелюдию. И... Ну, ты сам все понимаешь. Похоже на нашего благородного Эркина и его придворных подхалимов. Потом человек охватывает страсть, непреодолимое желание совокупляться, грубо, подобно животным. А в конце концов остается печальный рутинный процесс, лишенный и романтики, и страсти. К примеру, Вилерат и Девет. Хм... Простите меня, ваше высочество. Закашлялся. Мы ведь взрослые люди, Геральт. И мы оба знаем, чего взрослые люди хотят друг от друга. Политика и секс сводятся к одному. Поиметь остальных. Могу я задать вопрос? Продолжай. А как к этому относится король? Я имею в виду в политической сфере, конечно. Скучный вопрос. Я выросла голодной, а на этом пиршестве и посмотреть не на что. Я устала от язычков куропаток и икры. Больше всего я хочу... Придумала. Если ты правильно угадаешь и принесешь мне то, что я хочу больше всего, я отвечу на твой вопрос. Я сейчас вернусь. Я слушаю. Ты не знаешь, какое у принцессы любимое блюдо? Эта тема не кажется мне неприятной, неинтересной. Найди мне чего-нибудь покрепче, тогда поговорим. Договорились. В горле пересохло. Расслабьтесь, Ипат. Вечер только начался. Я слушаю. Вот. Намного лучше. Значит, слушай. У принцессы было тяжелое детство. Теперь ей очень нравится практически сырое мясо с кровью. Мы стараемся об этом не распространяться. Ведь некоторые еще помнят. Понимаю. Еще что-нибудь? Думаю, Тайлер недоволен тем, что его разведчикам приходится рыскать по всему королевству, выполняя ее капризы. Я слышал, они очень дорого стоят. Спасибо за помощь. Нет? До свидания. Наслаждаешься? Еще как. Мало еды, негде сесть, и все обмениваются банальными фразами. К тому же я единственный, кто не вовлечен ни в одну интригу или тайный союз. Пришло время для новых обычаев и традиций. Думаете, лучше показать Нильфгарду, что мы варвары? Что мы путаем вилку с гребенкой? Знаем только одно, как пировать, напиваться, орать похабные песни и шлепать служанок по задницам? Извините, но как осколок прошлого я очень привязан к старым обычаям. Новые мне никогда не нравились. Но не вешай мне лапшу на уши. Кто ты и зачем ты здесь? Я патриот. Все делаю на благо королевства. Говори прямо, как всегда говорил скупщик краденого Талер. Пройдоха Талер ничего за бесплатно не делает. Скупщик краденого Талер мерзавец, которому вряд ли понравится, если в храмовом квартале узнают, что он то и дело трется среди сливок высшего общества в Изимы. Пусть. Скажу тебе, дружок, тут завязывается такая драка, что пощады никому не будет. А побежденных вороны будут клевать. Тебе придется сражаться за новый порядок, мой анахроничный друг. Или против. Мы будем сражаться за традиции, обычаи, наше имущество и наших баб. Против кого? Кто тут такой плохой? Кто у нас баб хочет украсть? Обманывать тебя не буду. Ты свой человек, и у нас общее дело. Так скажу, как есть. Пока не знаю. Но когда узнаю, настанет час меча и топора. Кровь будет течь по улицам, и для твоего нейтралитета, дружок, попросту не останется места. Кровь будет течь по улицам, и для твоего нейтралитета. А почему тебя так беспокоит мой нейтралитет? С какой стати ты из кожи вон лезешь, лишь бы затащить меня в игру, которая меня не касается и не интересует? Эта игра касается тебя даже больше, чем ты можешь вообразить. Или ты хочешь сказать, что тебя не интересует конфликт между Белками и Орденом? Или ты хочешь сказать, что тебе все равно? А как насчет твоей полюбовницы, Трис Меригольд? Это мое личное дело. Я хочу уничтожить Саламандр. Это моя единственная цель. У Саламандр есть покровитель. Либо кто-то из присутствующих здесь, либо кто-то из тех, о ком здесь говорят. Ты по уши увяз в этом, волк. Нравится тебе это или нет? А Лео Ваарден каким образом связан с этими переменами? Я бы хотел, чтобы Эркин лично встретился с ним. Его намерение для нас абсолютная загадка. Для меня тоже. Правда? Что ты имеешь в виду? Твоя подружка, кажется, очень неплохо ладит с Лео Ваарденом. Для двух малознакомых людей у них находится слишком много тем для разговоров. Сам посуди. Я доверяю Трис. Ты знаешь ее лучше, чем я. Но не говори потом, что тебя не предупреждали. Что касается Лео Ваардена, мне удалось выяснить, что он является членом некой международной организации купцов, банкиров и прочих богачей. Этот Девет. Кто он и что тут делает? Этот нильфгардский пес всего лишь пешка. Понятия не имею, с какой стати Ада его так долго терпит. Объяснись. Как и большинство рыцарей Ордена, он комплексует по поводу размеров своего перца. Поэтому он становится невероятно агрессивным каждый раз, как что-то его пугает. К тому же, он ведь нильфгардец. О нашей принцессе можно разное говорить. Но она ведь не настолько глупа. Возможно, принцесса ведет свою игру. Несомненно, но она могла бы осторожнее выбирать союзников. В отличие от шахмат, в этой игре на кону жизни. Я боюсь, что кто-то ее использует. А кто ты на самом деле? Только не крути, дружок. Тимирианская разведка. Я выполняю прямые распоряжения короля. Я нахожу предателей, крыс и агентов. Я шпион. Высокопоставленный шпион. Не могу этого отрицать. А можно личный вопрос? Амфибии, которых ты ищешь, это личное дело или же идеологическое? И то, и другое. Объяснись. Они ограбили меня и убили моего друга. Они преступники, а не зло. Но саламандры нарушают естественный баланс. Я ведьмак. И не могу этого допустить. Понял. Спасибо за откровенность. Прошу прощения. Поговорим об этом позже. Геральт? Ты не в курсе, какое у ее высочества может быть любимое блюдо? Нам ведь положено знать такое дерьмо. Сам понимаешь, мы тайные агенты, люди тени. Успокойся. Так что это за блюдо? Принеси мне письмо из соседней комнаты. Оно в сундуке с гербом Тимири. И смотри, чтобы тебя никто не видел. Но... Тогда я тебе скажу, чем Ада любит лакомиться. Как все прошло? У тебя есть письмецо, о котором я просил? Спокойно. Вот письмо. Из тебя мог бы выйти отличный агент, Геральт. Я преувеличил. Из тебя такой же шпион, как и с козьей жопы. Давай выкладывай. Какое у ее высочества любимое блюдо? Катаблепосы. Что? Некоторое время назад объявился в Изиме один маньяк, на тебя уж дюже похожий. Заявил, что нет на свете ничего вкуснее, чем правильно приготовленный катаблепос. Шутишь? Ничуть. С тех пор мои люди начали тайную охоту на катаблепосов. Не представляешь, сколько это мне стоит. И как же нужно готовить это мясо? Это уж забота и пата. Я отвечаю за доставку катаблепосов. А как его готовить, я без понятия. Геральт? Мне твои игры надоели, прощай. Исчезни, выродок! Поверить не могу, что говорил сам. Геральт! Это очень важно, Трис. Что происходит? Я думаю, у Адды есть важная информация. Правда? Это испорченная маленькая... Да ладно. Она хочет катаблепоса, желательно с кровью. Шутишь? Трис, пожалуйста, можешь кое-что для меня наколдовать? Это очень непристойно, колдовать на приемах. Я отвлеку внимание. Пожалуй, я лучше справлюсь сама. Получилось. Стейк из катаблепоса. Принцесса его любит. Спасибо, Трис. Кстати, Геральт, а ты знаешь, что я могу наколдовать иллюзию оргазма? Я, пожалуй, предпочту традиционные методы. Вернусь, как только разберусь с Адой. Прости, Геральт. Не надо поговорить с Мелой Барбаном. Поговорим по поводу. Добро пожаловать на Мелый Барбан. Вы членами городского совета. Для этого подхода... Не могут же все... У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Стейк-тартар из катаблепоса с кровью, персом и сырым желтком. Ты знаешь, как сделать женщине приятно. Для меня честь служить вам, ваше высочество. За это я дарую тебе личную аудиенцию. Приходи в мой Альков через пять минут. Помни, мы будем заниматься политикой. А она так похожа на роман. Нет, ничего. Да что ли? Прости, Геральт. Не надо поговорить с вами. Знаешь, что Морден устроил на турне? Вот так. Ну, наконец-то. Займемся политикой. Только тихо. Нас не должны услышать. Как прикажете. Еще бы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Геральт, я поговорила с Деклэном по поводу тебя. И? Тебе тоже надо с ним поговорить. Внимательно слушай, что он тебе скажет. Что он такого скажет, что на это стоит тратить время? Не руби с плеча. Он сделает тебе предложение. Мне кажется, тебе стоит согласиться. А не используешь ли ты меня просто как один из своих инструментов? Ты и твои инструменты. Тебе эта вечеринка тоже кажется скучной? Можешь придумать занятие поинтереснее. Дома, Геральт. Дома. Ведьмак? Помнишь тот разговор о личности? Конечно. Наметился прогресс? Все еще пытаюсь во всем этом разобраться. Прошел слух, что король Родовит будет вести переговоры с Фольтестом. Пока. Я предпочитаю традиционное... Хорошо. Хороший кампан. Прошу прощения. Прошу прощения. С таким вооружением я подержалась подальше от строжников. Не сейчас. Не дуётся! Твоя мамаша соседа! Ненавижу авангар. Мне нужно распеться. Концерт Мастера Летика исключительно прекрасен. Благодаря прилежному ученику, я могу позволить себя относиться из мастерства. Я... Не обязательно ничего объяснять, милый. Я официантка. Лечить похмелье – часть моей работы. Но я... Возьми стакан водки и добавь две части ласточкиного зелья и три части лепестков чимерицы. Это рецепт моей бабушки. Похмелье как рукой снимет. Я тебе не рассказывала о своей бабушке? Думаю, нет. Её все уважали, хотя и выглядела она как настоящая корга. А может, именно поэтому её и уважали? Но с крючком. Это аргумент весомый. Сам ведь знаешь, как с ведьмами бывает. Их мудрость никто не уважает. Их боятся. А мою бабушку уважали. Я тебя утомила? Совсем нет. Не пойми меня неправильно. Я знаю, что ты ведьмак. А это ведь почти то же самое, что и ведьма. Ты пользуешься чарами. Варишь эликсиры, помогая женщинам в беде. Я не права? Вот видишь, права. Ты бы понравился моей бабушке. Думаю, она бы тебе понравилась. Кажется, тебе наскучил мой рассказ. Отнюдь. Вы бы с ней обменялись опытом. Так и слышу скрипучий голос бабушки. Одна часть ласточкиного зелья, две чимерицы, щепотка милы и готова. Мне действительно пора идти. Не буду тебя задерживать. Заходи как-нибудь, поболтаем. Прощай. Холера. Пролила знаменитый белый соус шеф-повара на красной перчатке какой-то мазели. Вылетела отсюда вся в слезах. Видно, не избежать мне неприятностей. Могу я чем-нибудь помочь? Интересно, чем? Могу дать тебе монету, и ты выплатишь той женщине стоимость ее перчаток. Ого, ты такой милый. Не двигаться! Чудесно. Благодарю тебя. Пожалуйста. В качестве награды я расскажу тебе секрет, только ты никому не говори. Это слезы жен. Заставят протрезвить любого пьяницу. Спасибо, это мне пригодится. Одну минуту, солнце, и я приму у тебя заказ. Прошу прощения, я очень занят. Хорошая компания. Клянска. Хорошая компания. Происка-п acompañ А работа! Хорошая компания! В족 corrom! Два! Тут ок, черты. Давай, давай! Павелла Маша осознёт кристалли... Принцесса Антон должна утропиться поскорее. Не передадите мне на работу? Я рад, что ты пришел. Я хочу поговорить с тобой. В чем дело? Как говорится, враг моего врага, мой друг. Звучит банально, но очень правдиво. Переходи к делу. Геральт, я тебе настоятельно рекомендую сменить тон. Выслушай то, что тебе скажет Деклан. Дай-ка я угадаю. Вам нужно, чтобы кто-нибудь сделал за вас грязную работу. И вы подумали, что наивный ведьмак с амнезией для этого отлично годится. Абсолютно верно. Ты поможешь нам уничтожить Саламандр? Я помогу. Но это не означает, что мы с тобой стали друзьями. Великолепно. Все так, как мы слышали. Как и любому другому тайному сообществу, Саламандрам нужно золото. Физштех — самый прибыльный товар из всех. Наши шпионы обнаружили еще один лагерь Саламандр в болотах. Там они собирают травы, которые потом переправляют в другой тайный лагерь. В храмовом квартале, в Изиме. Опять болоты и трущобы. Просто прекрасно. Мы всецело полагаемся на твои способности. В том, чтобы обнаружить и уничтожить оба лагеря. Если ты найдешь там какие-нибудь бумаги, улики, которые помогли бы нам в войне против них, возвращайся ко мне. Так точно, командир. Рядовой ведьмак к исполнению боевого задания готов. Оба лагеря новые, они вряд ли хорошо защищены. Легкая работа для тебя, ведьма. И тем не менее, не забывай, что Саламандры легко перебьют любой отряд людей. Понятно. Значительно проще пожертвовать одним ведьмаком. Я вернусь, когда добуду улики. Приходи ко мне завтра, если понадобится помощь. И возьми этот свиток с рецептом. Трис достал его специально для тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам нужно еще немного времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕДЬМАК Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не передадите ей... КОНЕМ Субтитры создавал DimaTorzok